Детская деревня СОС В жизни происходят разные вещи, хорошие и не очень приятные. Иногда случается так, что дети теряют своих родителей или родители теряют своих детей по разным взрослым причинам. Часть детей, оставшиеся без попечения родителей, по направлению глав местных администраций и муниципальных образований попадает в детскую деревню. Первая детская деревня СОС появилась в 1949 году в Австрии, а сейчас их более 550 в 135 странах. В этой деревне, вот в таких домиках, живут 54 ребенка. Самому младшему 6 лет, а самому старшему уже 18. У каждого ребенка есть своя СОС-мама, у него есть своя СОС-семья. Он живет как обычные дети, ходит в обычные школы, ходит в обычные музыкальные школы, спортивные школы. Точно так же, как и все обычные дети, они могут свободно заходить и выходить из деревни, ну естественно, если разрешит мама. Они могут приводить своих друзей. Живут как обычные дети, поэтому мы говорим, что мы не детский дом, мы детская деревня. Первым героем для ребят, живущих в детской деревне СОС, стал Антон Беляев. Музыкант, продюсер и лидер группы Тер Мейтс. А чему учат в школе героев? У нас здесь нет уроков географии, русского языка, там, литературы. У нас здесь есть школа жизни. Наш главный герой делится своей школой жизни с нашими прекрасными детьми, мотивируя их и показывая своим собственным примером, как он добивается в своей жизни каких-то высот, успехов и побед. Какими качествами должен обладать человек, чтобы попасть в школу героев? Ну, человек должен быть целеустремленный. У него должна быть цель в жизни, которую он должен достичь и показать, чего он добился своим трудом, своим талантом. Мечта? Ну, ты даешь. Сейчас мне просто хочется, чтобы те усилия, которые я предлагаю, возвращались. Чтобы все было хорошо, чтобы я видел вокруг себя счастливых людей, у которых, конечно, любят. Какие люди? Какие люди хотят стать ответственным? Морожечка. Ну, правда, я, конечно, такую веселую профессию, чтобы ничего не нужно было делать и тебя все любили. Мне кажется, мороженое чайка такая, например, надо. Что вам больше всего цените? Мне нравятся ответственные люди, которые делают лучшую непорядку. Я знаю, что у вас было трудное детство. Как вы выкрутились из нее? Ну, в какой-то момент я собрался, но не было по-настоящему трудным. Я просто в какой-то момент решил стать хулиганом. Почему-то мне показалось, что так проще жить, что я быстрее так всего добьюсь. Но я ошибся, и чуть-чуть побаловавшись, я вернулся к работе и к тому, что люблю. Поскольку у меня уже случилось с детства, я еще помню, что дети не очень верят в то, что говорят взрослые часто, но иногда они все-таки бывают правы. Вообще, это ответственное, конечно, особенно быть первым. Я осознаю, что важно, что мы с вами общаемся, и поэтому немножко тоже смущаюсь, как и вы. Антон признался, что его талисман – это игрушечный ослик. Поэтому на сегодняшней встрече он раздал ребятам похожие игрушки. Узнали, чему учат в школе героев Василиса Джарбина-Одятлова и Лева Альфрехт.